Крошка Антошка ТВ представляет Гоночные машины гоняют по треку Крутятся колеса Ревут моторы Смотрите, какие они быстрые! Вот это да! И машина Крошки Антошки тоже здесь! Ой, нераскрашенная машинка! Стоп, игра! Это неправильно! Давайте раскрасим эту гоночную машинку Поможем художнику раскрасить машинку Для этого вместе будем называть цвета Кричи вместе с нами! Красный! Громче! Красный! Вот так! Аккуратно раскрасим красным фломастером Кузов нашей машинки Ребята, давайте ускоримся! Вот это да! Почти весь кузов покрашен Осталось еще немного Кузов готов! А теперь раскрасим стекла автомобиля Какой это цвет? Громче! Да, голубой! Отлично! А теперь... Правильно! Желтый! Молодцы! Фары покрашены! Каким теперь цветом раскрашивает художник? Каким-каким? Правильно! Серым! Серым цветом раскрасим диски колес Двери И все, что еще осталось не раскрашенным Вот так! Отлично! Осталось еще немного Какая красивая получилась машинка! Гоночная машинка готова! Гоночная машинка готова! Теперь все в порядке! Гоняй дальше, машинка! Спасибо, ребята, за помощь! Пожарная машина Раскраска для детей Ребята, смотрите, какая машина едет! Конечно, это пожарная машина! Привет, пожарная машина! Смотри, как машина обрадовалась! Подпишись на наш канал! И давай научимся рисовать пожарную машину! Начинаем рисовать контур машины! Сначала нарисуем кабину Аккуратно проводим линии Здесь будет лобовое стекло Так Рисуем переднюю часть машины Это передний бампер Так Сделаем большой круг Потом в центре маленький Переднее колесо нарисовали Это лобовое стекло И нарисуем еще одно большое окно На дверце машины Ну и, конечно, ручка Вот большая фара Рисуем мигалку Пожарная машина должна иметь проблесковый маячок Продолжаем рисовать контур задней части машины Это будет такой огромный квадрат Не забудь про задний бампер Отлично! И заднее колесо Большой круг И маленький Соединим обе части машины Задняя колесная арка Так, начинаем рисовать механизм бронспойта Для нашей пожарной машины Сначала он похож на огромную мигалку, правда? Но мы продолжаем рисовать детали И вот теперь понятно, что это бронспойт Рисуем контур в виде большого прямоугольника Сбоку машины Это специальный отсек Где за дверцей хранятся разные приборы Огнетушители и инструменты А теперь рисуем большую улитку На самом деле Это свернутый шланг Он называется пожарный рукав И рисуем патрубки Через которые подается пена Или вода Отлично, ребята! Контур машинки готов! Начинаем закрашивать ее Черным фломастером Закрасим мелкие детали На самом деле После того, как вы нарисовали контур Раскрашивать машинку вы можете, как хотите Главное, чтобы основным цветом машины Был все-таки красный Хотя в разных странах Пожарные машины разных цветов Но об этом мы расскажем в другой серии А для этого не забудь поставить лайк Прямо сейчас! Пожарный автомобиль Очень нужная машина Это специальный транспорт Для тушения пожаров Пожарная техника бывает разных видов Вот это, например, пожарная автоцистерна Пожарная автоцистерна Это основной пожарный автомобиль Который служит для доставки пожарных И воды или пены для тушения К месту пожара Стараемся не заходить за контуры рисунка Это автолестница Автомобиль высотный Автолестница Предназначена для доставки пожарных В места борьбы с огнем Для спасения людей из высотных зданий И тушения с высоты Так Закрасим здесь А это пожарная насосная станция Пожарная насосная станция Это пожарный автомобиль Оснащенный мощным насосом Для подачи большого количества воды При тушении крупных пожаров Пожарный аэродромный автомобиль Пожарный аэродромный автомобиль Используется на территории аэропортов Для тушения пожаров в вертолетах Или самолетах И для аварийно-спасательных работ На местах их крушения Отлично Эту деталь тоже раскрасим Автомобиль дымоудаления Пожарный автомобиль дымоудаления Этот автомобиль предназначен Для устранения задымленности зданий И доставки пены при тушении пожара Автомобиль порошкового тушения Автомобиль порошкового тушения Предназначен для тушения крупных пожаров Огнетушащим порошком Который распыляется по поверхности И препятствует горению И эту часть раскрасим Насосно-рукавный автомобиль Автомобиль насосно-рукавный Предназначен для доставки воды От источника к месту пожара По пожарным шлангам Называемым рукавными линиями Автомобиль связи и освещения Автомобиль связи и освещения Предназначен для пожарных командиров Для связи пожарных со штабом И для освещения прожекторами Место пожара Аккуратно раскрашиваем Вот так Пожарный автомобиль первой помощи Пожарный автомобиль первой помощи Предназначен для тушения пожара На ранней стадии Этот пожарный автомобиль Обладает высокой скоростью И маневренностью И первым прибывает на место пожара Пожарный рукавный автомобиль Пожарный рукавный автомобиль Предназначается для прокладывания рукавных линий Для подачи огромного количества воды На значительные расстояния От источника воды До места пожара Аккуратно раскрашиваем Вот так Пожарный штабной автомобиль Пожарный штабной автомобиль Пожарный штабной автомобиль Используется для доставки командного состава Из специального пожарного оборудования На место пожара Поисково-спасательный автомобиль Поисково-спасательный автомобиль Предназначен для работ при пожарах в тоннелях Оснащен двумя кабинами И средствами тушения И может одинаково хорошо двигаться Вперед и назад Вот ребята, какими разными и полезными Бывают пожарные автомобили А мы продолжим раскрашивать Нашу замечательную пожарную машину Вот так Эту деталь тоже раскрасим Аккуратно раскрашиваем Кстати, ты тоже можешь раскрасить Эту пожарную машинку В сообществе на канале Крошка Антошка ТВ Ты можешь найти эту раскраску Ее нужно лишь скачать и распечатать Так У нас получается Аккуратно Хорошо Отлично Вот такая замечательная пожарная машина У нас получилась Ставь лайк, если еще не поставил Трактор Раскраска для детей Что же это за замечательный транспорт, ребята? Правильно Это трактор Порадуй этот трактор Подпишись на наш канал А мы начинаем Давай раскрасим трактор Начнем с кабины Трактор у нас будет зеленым Колесный трактор Это специальная машина У него низкая скорость Но очень большая сила Трактор очень нужный транспорт Он используется на строительстве При дорожных работах И в сельском хозяйстве У трактора очень мощный двигатель К трактору можно присоединить прицеп Чтобы возить грузы по дорогам Так Ступеньки тоже будут зеленого цвета Продолжаем красить кабину Очень хорошо Аккуратно раскрашиваем И стараемся не заходить за линии Теперь раскрасим капот Под капотом у трактора мощный двигатель Это крыло над передним колесом Возьмем темно-зеленый фломастер И раскрасим крышу трактора Вот так Теперь раскрасим крыло заднего колеса Как красиво у нас получается Отлично! Тоже темно-зеленым цветом Раскрасим боковые стенки капота Кстати, ты тоже можешь раскрасить этот трактор В сообществе на канале Крошка Антошка ТВ Можно найти эту раскраску Ее нужно скачать и распечатать Твой трактор может быть любого цвета Синим или красным Не бойся пробовать и экспериментировать С разными цветами А это противовес Его устанавливают в передней части трактора Чтобы он не опрокинулся во время работ Раскрасим и болты Которыми колесные диски крепятся к трактору Сами диски покрасим в желтый цвет Диски служат для установки резиновых шин Аккуратно закрашиваем задний диск Вот так И переходим к переднему диску Как красиво у нас получается Оранжевым цветом раскрасим фару на крыше кабины И стоп-сигналы Настала очередь серого цвета Так И сиденье Аккуратно прокрашиваем мелкие детали И низ кабины И рулевую колонку И зеркало Вот так И руль Ребята Ребята Очень важно старательно раскрашивать все мелкие детали Это поможет нам стать еще умнее и внимательнее Теперь раскрасим вентиляционные и радиаторные решетки Они нужны для охлаждения двигателя Отлично Теперь раскрасим раму Так Так Черным цветом красим протектор из задних колес Они нужны для того, чтобы колеса трактора имели хорошее сцепление с землей и не скользили У трактора протекторы особенно большие Потому что ему очень часто приходится ездить по земле Аккуратно прорисовываем каждое ребро протектора Теперь протекторы переднего колеса Вот так КОНЕЦ Вновь возьмем серый фломастер и раскрасим шины Ребята, а вы заметили, что задние колеса у трактора гораздо больше передних колес? Это потому, чтобы у задних колес было лучше сцепление с землей А также из-за большого размера колес сиденье водителя находится выше и ему все хорошо видно Теперь раскрасим передние колеса Они служат для управления, поэтому они такие маленькие Так ими легче управлять и они не загораживают вид трактористу Голубым цветом раскрасим стекла трактора Вот так Все, что внутри кабины, мы закрашиваем А зеркало мы аккуратно обведем и не закрасим, потому что оно снаружи кабины Аккуратно все закрасим Замечательно! Вот мы и раскрасили наш трактор! Ставь лайк нашему трактору! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай! Жми на картинку! Подпишись на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok